Массированная атака дронов на российское Подмосковье. Что было целью? Россия не публично ищет посредников для переговоров с Украиной, а в Донецкой области зафиксированы новые продвижения оккупантов. Это итоги 10 сентября от команды новостей Донбасса. Я Кристина Терещенко и мы начинаем. 46 беспилотников «Шахет» и две ракеты запустила Россия минувшей ночью по Украине. ПВО работало в 13 областях. Воздушные силы ликвидировали 38 целей, но есть и попадания. В частности, в Черкасской области поврежден инфраструктурный объект, жилые дома. Ранены при этом два человека. Под ударами российских войск была и прифронтовая Донецкая область в Покровске. Попадание по распределительной станции лишило газоснабжения 28 тысяч абонентов громады. Также в Покровском районе в селе Гнатовка в собственном доме погиб один мужчина, а его жена получила ранение. Взрывы звучали сегодня и в Константиновке. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, но, по словам местных жителей, прилет был на Левобережье в районе рынка и больницы. Ближе к вечеру под обстрел попал Краматорск. На момент выпуска этого видео детальной информации не было, лишь фото с поднимающимся после обстрела дымом. Как только появятся детали, мы оперативно расскажем вам в нашем телеграм-канале новости Донбасса. Этой ночью под массированной атакой беспилотников была и сама Россия. Вот так выглядела ночь в Подмосковье. И пока Минобороны РФ рапортует о ликвидации 144 воздушных целей, российские телеграм-каналы публикуют фото и видео последствий этой самой ликвидации. В городе Раменское Московской области сбитые с курса средствами рэп-беспилотники повредили два многоэтажных дома, погибла одна женщина и три человека получили ранения. Также российское ПВО работало по беспилотникам над городами Домодедова, Коломна и над аэропортом Жуковский, на территорию которого упали обломки БПЛА. Работа аэропорта приостановлена. С самого утра пассажиров попросили ждать их рейсы на улице. По сообщениям различных российских телеграм-каналов, десятки беспилотников пытались также сбить в Тульской, Калужской, Брянской и Липецкой областях. А мэр Москвы заявил, что минимум 12 из всех БПЛА якобы летели на столицу, но были ликвидированы. Украинская страна официально атаку дронов на Россию не комментировала, но ряд украинских военных аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что целью беспилотников, вероятно, были военные объекты вокруг Москвы. Для понимания, это район как такой треугольник, где-то примерно 40 километров к югу Москвы. И там огромное количество военных объектов, астрономическое. Я не могу даже этих всех перечислить, но это многочисленные центры радиотехнической разведки, центры стратегической коммуникации, периферийные районы противоракетной обороны Москвы, центры, просто запасные командные пункты армий, дивизий, военного округа. Главный редактор издания «Дефенс Экспресс» Олег Катков в комментарии изданию «Фокус». А экс-спикер Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что атака могла быть направлена на Жуковский аэропорт, который используется как для гражданской, так и для военной авиации. Если вы, наш зритель, находитесь на оккупированной территории или в России, где заблокированы для чтения независимые СМИ, в число которых входят и новости Донбасса, то вот вам один из способов, как обойти блокировку. Загрузите и установите браузер Сино, чтобы иметь доступ к правдивым и независимым информационным ресурсам. Инструкцию, как это сделать, мы уже оставили по ссылке в описании этого видео. Россия пытается найти посредников для переговоров с Украиной, при этом публично демонстрируя нежелание идти на контакт. К такому выводу пришли в Институте изучения войны на фоне ряда встреч российского министра иностранных дел с представителями Бразилии и Индии на полях заседания Совета Сотрудничества России и стран Персидского залива в Саудовской Арабии. Кремлевские чиновники, вероятно, пытаются сформировать международные посреднические усилия по миру, демонстрируя при этом нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной. Министерство иностранных дел России заявило, что Лавров обсуждал войну в Украине с Вьерой и Джайшанкаром, но не предоставило подробностей. Контекст встреч России с этими государствами в том, что Бразилия и КНР продвигают свой некий план прекращения войны в Украине, а Индия наоборот недавно выразила поддержку украинскому плану на основе принципов международного права, таких как уважение территориальной целостности и суверенитета государств. Видимо, сейчас Кремль выискивает нечто среднее. Но тем временем Россия продолжает оккупацию Востока Украины. Аналитики проекта Дипстейт фиксируют продвижение российских войск на трех направлениях в Донецкой области. Речь идет о Красногоровке, Новогродовке и Углядаре. На оккупированной территории Донецкой области под сильный обстрел попала Горловка. Одна женщина получила ранение, повреждены при этом многоквартирные дома в центральной части города, а вблизи авторынка упал дрон. Как сообщают в местных группах, осколочные повреждения получили торговые павильоны и автомобили. Все на сегодня, но больше информации 24 на 7 для вас в нашем телеграм-канале Новости Донбасса. Такие сводки, как эта, выходят с понедельника по пятницу на YouTube-канале. Обязательно подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропускать. До встречи!